Это означает, что мы не хотим меняться и хотим продолжать жить в стрессе и страданиях. Поэтому таким городе советуют наслаждаться жизнью в страданиях. Вопрос такой, почему мы не меняемся? Простой ответ – мы не хотим меняться. Мы хотим продолжать обвинять, жаловаться, чувствовать гнев, беспокойство, стресс. Это единственная причина. Наши учителя хотят, чтобы мы ясно поняли, чего на самом деле мы хотим. Наши учителя хотят, чтобы мы ясно поняли, чего на самом деле мы хотим. Существуют четыре связи. Существуют четыре связи. Когда вы видите машину, спросите, для кого она создана. Мне эта машина нравится. Это одна сторона. Но сделана ли эта машина для меня? Когда? 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 Когда она может быть предназначена для меня, тогда, когда у меня появляются водительские права. А теперь переключаюсь на нашу восточную мудрость. Для кого предназначено это знание? Можем ли мы утверждать, что оно для нас? Кивните. Кто кивнул, значит тот меняется. Меняется его отношение и поведение. Мы меняемся. То есть, это первая вопрос. К кому это знание сделано или дали? И на вопрос, для кого предназначено это знание восточной мудрости, мы можем ответить для меня, в случае, если я искатель. Только в том случае, если я на 100% уверен, что это знание, данное великими учителями для меня, предназначено для меня, то тогда я могу утверждать, что я искатель. Все поняли. Бывает такое, что мы забываем свою машину или телефон или ноутбук. Бывает такое, что у нас возникает в течение дня стресс, гнев или беспокойство. Бывает такое, что мы не можем утверждать, что это знание для нас. Даже когда город делает какое-то абсолютно неверное утверждение и просит нас кивнуть, мы слепо киваем. Что же мы за люди? Что-то скажет, наверное, из-за того, что у вас такая длинная борода, я с вами соглашаюсь. И нам нужно 24 часа в сутки помнить ответ на этот вопрос, для кого это знание восточной мудрости. Это знание для меня, поскольку я являюсь искателем. Второй вопрос. Что является субъектом этого знания? Кто-то знает? Тот, кто знает, пусть примет. Можем ли мы сказать, что это знание отвечает на вопрос, если мой муж или жена мне не нравятся, то это знание может сделать так, что они мне понравятся. В этом случае мы не можем себя назвать искателями, поскольку наш ум идет наружу. Наташа, are you clear? Наташа, are you clear? She always says yes, she's a good girl. Хорошая девочка всегда говорит да. Субъект matter that who am I, what is the exact nature of this world, sansara, and what is the supreme consciousness? Once I know all of them, I know how to think, speak, and act in the world in peace, happiness, and love. То есть когда мы говорим о предмете изучения этого знания, то это такие вопросы, кто я, что из себя представляет этот мир, sansara, и если я четко могу понять ответы на эти вопросы, то тогда я могу жить в мире любви и счастья. Итак, эти два вопроса снова Городжи нам напоминает, для кого это знание, для меня, поскольку я искатель, и что является предметом. этого знания, это он только что объяснил. Now connect the two questions to whom the knowledge is given, to the seeker. What is the subject matter? Who am I? What is the word? What is the supreme existence? So that knowledge will give me the right understanding of who am I, what is the word, and what is the supreme existence. И теперь мы соединяем два вместе, значит, знание дано мне, поскольку я искатель, знание о чем, о том, кто я, что представляет себя этот мир и что представляет из себя абсолютное бытие. И теперь мы соединяем эти два вопроса, и тогда мы делаем вывод, что я с помощью этого знания смогу понять, кто я, что такое этот мир и что такое абсолютное бытие. Объединяем ли мы эти вопросы в своей повседневной жизни? Кто имеет время? Наверное, многих не хватает на это времени. И такие люди живут в сансаре. И тогда, когда мы объединяем эти два вопроса, возникает третий, какова цель? Цель – это прекратить страдания раз и навсегда. Это наша цель? Сколько раз мы расстраивались и злились на наших близких на протяжении прошлой недели? Сколько раз? Сколько раз? Итак, у нас теперь есть три вопроса. Первое – это первая вопрос. итак у нас теперь есть три вопроса первый вопрос для кого это знание второй вопрос о чем это знание что является его предметом и третий вопрос и какова цель все будут помнить эту цель а теперь если мы это соединим и из-за этого и поэтому возникают эти четыре соединения которые уже говорил будда об этом говорит как бы неявно агита говорит явно то есть для кого это знание у нас есть искатель у нас есть предмет знаний у нас есть цель so in your mind connect you as a seeker with the goal will you become educated angry если мы в своем уме объединим себя как искателя и цель то тогда сможем ли мы быть злым и расстроенным will you blame someone будем ли мы обвинять кого-то first you as a seeker connecting to the goal i want peace and happiness so it is better not to get hesitated not to blame anyone withdraw myself you have started doing mindfulness 24 by 7 если я как искатель смогу объединить себя с целью то тогда я буду думать так что я должен отстраниться и не испытывать ни гнева ни раздражения и тогда такой человек становится искателем пребывает в медитации 24 часа в сутки и украстью из HERE мы тогда начинаем проклинать тот ум который недоволен человеком которого я люблю больше всего на свете Как я посмело разозлиться на своих детей, скажет Светлана. А можно я скажу? Истинное я не сердится, это загрязнение сердится, так что я на своих детей не сержу. И именно поэтому ты будешь сохранять все загрязнения своего ума. Которые будут злиться на детей и таким образом себе объяснять, что это же не я злюсь, это загрязнение. Нужно пользоваться правильным знанием. Такой человек не является искательным. Это хороший заявок, который ты сделал, но мы должны думать больше и больше. Контемплировать больше и больше. Утимательно, мы достигаем к моменту, где то, что Мастеры говорят, реализованы в моем голове. Это хорошее утверждение, но над этим утверждением нужно думать снова и снова, для того, чтобы в какой-то момент осознать, что то, что говорит учитель, это правда. Правда, и тогда мы перестаем свидетельствовать. Сначала мы соединяли искателя с целью, а теперь давайте соединим искателя с предметом знания. И тут Городжев по-другому немножко отвечает на вопрос Светланы. Почему Светлана только? Я отвечаю всем. Ну, не только на вопрос Светланы, а отвечает для всех. У Светланы хоть хватает смелости открыто выражать свои вопросы, задавать. You people are hiding? А мы все чего-то прячемся. Когда я соединяю, я соединяю. искателя с предметом знания, что является предметом знания, кто есть я, и тогда учитель о чем говорит, что я – это истинное я. Как же я могу злиться в таком случае? Did you understand? Все поняли? So, because I am a seeker, and my nature is real self, that is what I am searching, so question of getting into stress, having a sad face and hesitated, is not the way of my life. Поскольку я являюсь искателем, и моя истинная природа – это истинная я, то такие вещи, как стресс или беспокойство, расстроенность – это не тот способ, которым мне стоит проживать свою жизнь. Это означает, что мы уже входим в осознанность. Did you understand that? Все поняли? You tell your mind how dare you can be sad and stressed, because you are not worthy of suffering. Нам нужно сказать своему уму, как ты посмел злиться или беспокоиться. Ты не достоин страданий. Did you understand? Все поняли. Can you say to your mind you are not worthy of suffering from today? Можем ли мы своему уму сказать, что с сегодняшнего дня ты не достоин страдать? What a big deal, I say it, and then I get stressed. Не проблема, скажу, а потом у меня снова будет стресс. Что ты говоришь? So, did you understand these first three questions? Am I a seeker? That is why this knowledge is for me. What is the subject matter? And what is the goal? И тогда вы играете с эти три вопроса, и в каждом моменте в вашей жизни самсара, о которой мы говорили, никогда не входит в вашей жизни. Продолжение следует. Это не означает, что как только занятие в вашей жизни никогда не сможет войти в нашу жизнь. Это не означает, что как только занятие закончится, нас... Сразу все это вылетит из головы, потому что если это так, то тогда сансара нас атакует. Я понял. Я понял. Как посмел ты ум атаковать, жаловаться, обижать человека, который настолько близок и дорог мне? Гуруджи уже знает, какие вопросы к нам в голову приходят. Ты пришел ли нам в голову такой вопрос, а что если это меня атаковали? Пришел ли нам в голову такой вопрос? Пусть атакуют, а я-то искатель. Мы входим в практику активной осознанности. Поскольку я являюсь искателем, а искатель всегда самоосознан, то в любой ситуации, когда кто-то меня атакует, я знаю, как... Не поддаваться стрессу, злости, страданиям. Я понял. Я понял. Потому что он уже нас любит или ненавидит. Все это понимает? Потому что вы искатели, вы слушаете меня. А тот другой человек, который нас атакует, он не слушается. Гуруджи и ему можно простить. Потому что тот человек не знает, что делать. Спустя неделю пусть Олег и Анастасия скажут, кто среди них мудрее. И кто мудрее между мной и Катей? Я не помню название Хани Сергей, Сергей номер один, и Хани Сергей номер два, и Марина. Кто мудрее? И кто мудрее в паре Сергея и Нины, и Сергея и Марина? И кто мудрее в паре Сергея и Нины, и Сергея и Марина? Так мы говорили о самсаре. Мы говорили о том, что самсара является причиной, страданий, и теперь мы ищем антидот от причины страданий. Этот антидот – это три вопроса, которые мы сегодня обсудили. Если мы знаем на них ответы, то мы можем победить самсару. Я расскажу вам секрет восьмеричного благородного пути. Седьмой шаг там на санскрите называется самьяк смрити. Значение перевода этого слова на санскрите – это правильное памятование. Итак, какое у нас правильное памятование? Мы помним о том, что вчера нас атаковала жена или муж, и мы расстроились, и лицо серьезное такое. Или же правильным памятованием здесь будет вспомнить о том, что я искатель, вспомнить о том, каков предмет знания, и сохранить при этом спокойствие, и забыть о том, что меня кто-то атаковал. Все поняли. Те, кто поняли, те уже находятся в состоянии осознанной медитации. В этом случае Будь речь, что у вас услышал, и с которой можно уделять, и с которой я думаю, и с которой я помню я буду жить новое тяжелое, Именно поэтому Будда и говорит о правильном памятовании, то есть я что-то услышал, я это запомнил, и теперь то, что я запомнил, я могу применять для того, чтобы жить вдали от сансары. Скажет, у меня много работы, я очень занят, и потом вчера там мне один парень насолил, и мне нужно с ним работать. Поквитаться. Будет ли это правильным памятованием? Наташа улыбается, так да или нет? Это означает, что я искатель, и я помню. Я помню, и я готов не пускать в свою сансару, и поэтому я всегда спокоен и улыбаюсь. И куда бы мы ни пошли, нам нужно с собой носить эту осознанность. В противном случае, если мы только час занимаемся практикой, а остальные 23 часа нет, то тогда получается, что один час всего лишь у нас без сансары проходит, а 23 часа в сансаре. Если эти три вопроса не живут в вашем сознании, если вы не имеете правильный памятник, то что происходит? Если у нас нет этих трех вопросов постоянно 24 часа в сутки в памяти, это означает, что мы не обладаем правильным памятованием. И тогда даже сидя в медитации, наш ум будет с кем-то сводить счеты. Все понимают. Все понимают. Focus on the breath. So you are focusing on the breath, and the mind says, ok, let me focus on the breath during the practice, but my mind is still going, blaming, complaining, reacting inside. И мы можем себе сказать, что я вот сейчас сосредоточусь на дыхании, но если ум в это время будет жаловаться, обвинять, реагировать на кого-то параллельно с этим, то тогда мы все равно после медитации вернемся в сансар. Did you get it? Все поняли. Say yes, I got it. Look at my face, I'm smiling. No, no, you smile before me is ok, but you have to keep smiling before you are near and dear ones. That is the challenge. Это хорошо, что мы перед Гурджит улыбаемся, но нам еще нужно научиться и улыбаться перед своими близкими и родными. В этом сложность. You don't leave us. Yes, the teacher, when you come close to the teacher, teacher is not going to leave you at any point. Учитель до нас никогда не бросит. Когда мы достаточно приближены к учителю, то учитель никогда не бросает ученика. So we understood in the last couple of weeks what is sansara to raise my self-awareness that I'm not worthy of suffering. Мы за прошлой неделей поняли, что такое sansara и что я не достоин от страданий sansara. Who is worthy of suffering? Кто достоин страданий? Is there anybody here worthy of suffering? Есть тут такие или такой, кто скажет, я достоин страданий. It's okay, Гурджи, during this session it is okay, but you don't know how much problem I have against sansara. Кто-то скажет, ну на занятии это все хорошо, но вы, Гурджи, не знаете, сколько у меня проблем в настоящей жизни. И это и будет sansara. Sansara lives in our mind when we do not remember these three questions and we do not connect them in our mind with the knowledge. Are you getting it? Все понимаем? You will see that your behavior and attitude outside response to the people, place, events will change completely. Мы заметим, что наши отношения и поведение, наши реакции на людей, события, внешние объекты полностью изменятся. I believe you all are understanding. Because Buddha has written eightfold noble part, so out of the eight fast six makes us a seeker. Those who do not understand these advanced principles, Buddha realized that it is not possible that everyone is a seeker. So he said just follow the first six noble part, then come to practice mindfulness. We all are seekers. We can directly go there. Is it not a truth? We all are seekers. We can directly go there. We are seekers. 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 The real self and the inferiorities of the human. Этот вопрос, это атакующий вопрос для ума, для того ума, который попытался обосновать гнев от загрязнений и отсутствие гнева от истинного юга. Мы очень стараемся быть искателями. Мы очень стараемся быть искателями. What did you say? We try very hard to be a seeker. Yes. So, to be a seeker, I gave you a simple formula. Remember the three questions and allow your mind to think about these principles and connect them. Rather than thinking of how to manage my anger, how to manage my stress, how to control others. Forget about those. That is the answer. Выражена очень простая формула, как стать искателем, это помнить об этих трех вопросах и соединяться с ними и постоянно о них размышлять, вместо того, чтобы пытаться управлять своим стрессом, контролировать других и заниматься прочими вещами, о которых нужно просто забыть. What is going on in your mind now? Что сейчас в нашем уме происходит? Right memory, mindfulness. So, what is the memory that is returning to your mind? What are you remembering, recalling about a person, an event, or the past, or the projection of the future should go to drop the sansara? Правильное памятование и осознанность означает, что все, что мы помним о людях, о событиях внешних, о наших реакциях или о проекциях на будущее, все это должно уйти из нашего ума для того, чтобы убежать от сансары, уйти от сансары. Правильное памятование. Я искатель, и поэтому я не тот, кто страдает, а страдает ложное эго. Именно ложное эго поддерживает память о жалобах, обвинениях и сансариях. А искатель хранит в памяти лишь три вопроса. Все понимают. И тогда что происходит? Ложное я провозглашает, что я достоин страдания, а искатель провозглашает, что я достоин мира и счастья. И когда мы избавляемся от этого ложного эго, которое хранит накопление миллионов, различных впечатлений, то вместе с этим эго мы избавляемся и от этих загрязнений, вызванных этими накоплениями. Тогда нам не нужно очищать ум и так, чисто сам по себе. Ты понимаешь? Все понимают? That is why the original Buddhist teaching did not give a lot of practices, but it says understand what is happening in your mind and change. А поэтому первоначальные учения в Будды не содержали множество практик. Они говорили, что нужно понять и поняв, измениться. Я не хочу. даже несмотря на то что у нас миллионы загрязнений в уме но ведь это нас не останавливает того чтобы подойти к любимому человеку и его обнять мы же не говорим перед этим подожди у меня тут есть определенные нам обиды кто-то так делал нет это невозможно все загрязнения ума связаны с ложным я нам как искателям нужно заменить это важно я на истинно искать there is the beauty of the teaching of buddha и в этом красота учений будды false i says i'm worthy of sadness suffering stress anxiety blame and complaint сначала я говорю что я достоин стресса страдания с жалоб и обвинений но искатель говорит что я достоин мира и счастья а не сансара есть то есть вопрос в том что просто человек он не хочет этого истинного я он хочет чтобы это ложная я но просто было в тепле и уюте ему было хорошо это самое сложное судя по всему для человека отвернуться потому что мы хотим это я распространить сделать его магическим бессмертным и так далее и не хотим вот этого истинного я so is the real problem that we don't actually want this real self but we what we really want is we want to keep this false self safe happy and grow it as much as possible and prolong its existence is this the real problem и самое сложное то есть поверь то есть поверить то что а это я которая ложная она не может этим обрести стать и это как самообман постоянно происходит but at the same time this false eye has no capacity to become a real self so this is like a self deception going on all the time you are right you are right sasha is right self deception deception self reaction self blame self complaining and this is what the sansara is you know one thing that we explained the sansara stepwise in the last few weeks but where this sansara lives it is living in the mind and that mind creates the false side so we have a self-perception so when we do not understand directly from the teachings of one master because every master teaches the same thing so it is always good to understand from a different master and richer и если мы не до конца поняли учение одного из учителей то поскольку все учителя учат одному и тому же то есть смысл посмотреть на учение какого-то какого-то другого учителя и подчеркнуть что-то тут so whether you say ignorance, whether you say wrong ideas, whether you say wrong memory, whether you say other things she is a futurist, but you say wrong writers, you say wrong ideas, very صlen... и это можно назвать загрязнениями, неправильным знанием знанием не короче чем-то еще это все сансар то есть наши все это изменчивая она просто хочет как бы здесь жить тепленько хорошо но она никак не хочет с самим собой расстаться our ever-changing false self wants to live but in in the comfort of this moment and never wants to drop itself never wants to get rid of itself it is only possible when i'm a seeker when i know the what is the subject matter what is the goal of my life then it is possible да это возможно только в том случае если я искать или если я понимаю предмет этого знания и цель своей жизни in sanskrit buddha says brahmad and if we translate that for a clearer understanding it is desire в sanskrit это называется словом brahmad если мы переведем это означает желание нам нужно понимать что нет ни одного текста ни один учитель не писал о том как управлять нашим гневом гневом или заблуждением it says understand desire desire becomes anger desire becomes delusion desire becomes reaction desire becomes makes me very sad desire makes me frustrated desire has many children they pop up in my mind вместо этого они говорили вместо этого они говорили пойми свои желания сколько желания делают меня гневным или грустным или способствует тому чтобы я обвинял жаловался у желаний множество детей а именно желание не то желание которое мы говорили которая направлена на выживание, на предметы первой необходимости, а желание удовольствия приводят к самообману и в итоге к сансарии. К заблуждениям и к сансарии. Сергей понял. Как только знание полностью понято нашим умом, практика не имеет значения. Как только знание полностью понято нашим умом, то практика уже не имеет смысла, в ней нет ценности. Это похоже на то, как если бы мы уже находились дома, и при этом мы бы хотели приехать к себе домой. В этом не было бы смысла. Но если я еще нахожусь в сансарии, сансара в моем уме и присутствует самообман, то тогда мне нужно очень много практиковать. Но нет проблем, мы же все великие искатели. Кто-то скажет, не говорите так. Хорошо, Город же так не будет говорить, тогда он скажет, что мы все безумцы. Кроме одного. Мы гордимся, что мы искатели на этом пути. Если кто-то утверждает, что он не является искателем, это означает, что он часть сансары, и поэтому он страдает. Я буду снять этот пайл. Вы должны слушать его снова и снова, и потом, истинно применять в вашей жизни. Если вы с садом или с садом, если вы думаете, что у вас проблемы, примените это, примените это, примените это, и увидите, что происходит. Город же пришлет нам этот пайл, нам нужно его служить снова и снова, и применять его в нашей повседневной жизни, даже в том случае, если мы с своими близкими, если мы с кем-то в каких-то других отношениях, то мы должны вспоминать и применять, и смотреть, что из этого получится. Вопрос можно...